Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор об испанской карьере Арсена Захаряна, которому предстоит, возможно, один из самых важных матчей в его жизни. Матч плей-офф Лиги Чемпионов против Paris Saint-Germain. Это и первая встреча на подобной стадии турнира, то есть недавно мы отмечали, что Захарян дебютировал в самой Лиге Чемпионов, и на тебе в этом же сезоне дебют уже в одной восьмой финала, так тут еще и выезд в Париж и игра против суперзвездного коллектива, назовем ее так. Понятное дело, что PSG не имеет какого-то мега-легендарного статуса, и, возможно, с точки зрения вывески, было бы интереснее поехать на Old Trafford, например, сыграть против Man United, на Enfield сыграть против Ливерпуля. Возможно, это было бы более мощным таким, знаете, эмоциональным моментом, но с PSG сыграть на выезде – это тоже круто. И давайте обсудим, станет ли Захарян героем этой встречи, сможет ли он показать себя в одной восьмой финала, или это будет, как у нас в русской поговорке – увидеть Париж и умереть. Ну, в футбольном смысле, конечно. Это мы сейчас разберем. Но сперва. Хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, она делает просмотр футбола еще интереснее, и сейчас у них есть отличный подарок для вас, для зрителей моего канала. Вы можете получить фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, на мой телеграм-канал, там вы получите все инструкции, и с их помощью получите тот самый фрибет, который можно потратить по своему усмотрению на их официальном сайте, на официальном приложении этой компании, там множество событий по разным видам спорта, в общем, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена. Итак, давайте начнем с разбора самой встречи. Вообще, чего нам следует ждать от этой игры? Мне кажется, что тут сюжет понятен заранее. PSG — это команда Луиса Энрики, специалисты, которые любят доминировать в плане процента владения, любят контролировать все от первой до последней минуты, и здесь, ну, в общем-то, даже вне зависимости от сценария встречи, скорее всего, PSG на своем поле будет много владеть мечом. Сосъедат будет опираться на свою оборону, достаточно интересную в плане подбора исполнителей, и Сосъедат будет здесь ориентироваться на контр-выпады, поэтому Захаряну не стоит рассчитывать на большое количество атакующих каких-то возможностей. Но, с другой стороны, за счет скорости, которая есть у Захаряна, она никуда не делась, и даже на фоне Испании он выглядит достаточно подвижным игроком. Так вот, за счет скорости он может в контратаках здесь натворить делов. Поэтому тут нас ждет матч, где Захаряну придется много пахать в обороне и много биться, бороться. И в этом контексте, конечно, возникает вопрос, сколько игровых минут он получит и появится ли он в стартовом составе. Здесь все очень спорно. Многие скажут, что в последнем туре испанской премьеры он сыграл против Асасуны и сыграл, выйдя в стартовом составе. Но, вот знаете, если посмотреть на ту обойму, которая вышла против памплонцев, там было видно, что состав-то не самый оптимальный. И было ощущение, что некоторых ведущих исполнителей, ну, как будто берегут. То есть была проведена определенная ротация. Кстати, в итоге Асасуна вообще добилась как бы победы над Сосъедадом, что можно считать определенной сенсацией. На выезде в Сан-Себастьяне обыграть Айл Сосъедад – это не хухрые-мухрые. И в этой ситуации, ну, в общем-то, для Захаряна это скорее минус, чем плюс, что он сыграл в этой встрече. То есть, во-первых, есть ощущение, что те, кто сыграл против Асасуны, они не выйдут в Лиге Чемпионов в стартовом составе, потому что проведена ротация и многим ведущим исполнителям дали отдохнуть. Это первый нюанс. А второй нюанс – то, что основа, которая играла против Асасуны, не особо круто себя показала. Поэтому здесь и вполне себе логичны какие-то перестановки. Так что тут есть определенные сомнения. С другой стороны, мы должны понимать, что у Сосъедада сейчас хватает проблем в плане состава. Под вопросом участия Ояр Сабаля в этом матче, под вопросом участия целого ряда других исполнителей. И здесь Захарян, в принципе, может выйти в основе. Просто я считаю, что здесь шансы примерно 55 на 45 в пользу того, что он все-таки не выйдет с первых минут. С другой стороны, если он выйдет со скамейки против подуставших футболистов соперника, может что-то из этого и выйдет интересное. Главная проблема в этой истории, что Захарян, ну он как бы в Сосъедаде в основном играет левого атакующего хавбека. А в этой зоне ему придется зарубиться с Хакими, футболистом, которого многие считают одним из лучших правых защитников мира, если не самым лучшим. И, как бы это сказать, да, многие хвалят его в первую очередь за атакующие подключения, за то, что он в атаке хорош, но он и в обороне может тоже упереться. Поэтому Арсену будет нелегко против такого оппонента, тем более, что подключение Хакими вперед по правой бровке, но они как бы приводят к тому, что Захарян как раз-таки должен чаще оттягиваться и работать в обороне. А учитывая то, что Сосъедад и так, скорее всего, будет мало владеть мечом, то тут Захарян вполне возможно станет просто еще одним левым защитником дополнительным, который должен держать подключение Хакими. Кстати, касательно защитников левых, у Сосъедада есть еще одна проблема – отсутствует Тирни. Тот самый новичок, которого многие ждали, британец, который должен был здесь добавить активности на левой бровке и стать хорошей связкой с Захаряном, сейчас он отсутствует. Поэтому тут в плане всего левого фланга есть много вопросов и сомнений. И вообще Сосъедад сейчас подходит к этому матчу вообще не в самой лучшей форме. Много травм, много потерь. Кубо только поехал с Кубка Азии, и он, во-первых, устал, во-вторых, не в лучшем, наверное, настроении, учитывая то, что ведомая им сборная сыграла не лучшим образом японская команда. Так что сейчас Сосъедад уязвим. Но, возможно, как раз подобная встреча – это и вызов для басков. Потому что баски, они славятся своей боевитостью, своей организацией и дисциплиной тем, что они могут, что называется, загрызть кого угодно. И здесь, когда все буквально против них, казалось бы, когда пассажир явный фаворит, они могут, что называется, упереться. С другой стороны, подобный футбол не особо выгоден для Захаряна, как для атакующего игрока, которому, возможно, придется пахать в обороне больше, чем атаковать. Но в этом тоже есть свой кайф определенный – показать себя именно как бойца и завоевать дополнительное уважение от баскунской аудитории. Посмотрим, как сложится эта игра для российского атакующего хавбека.